В Северной Осетии, где в годы войны шли ожесточенные бои, поисковики смогли вернуть имя одному из героев тех сражений. Как всегда в таких ситуациях, когда устанавливают личность бойцов, внимание уделяют даже малейшим деталям. Личные вещи, записи в архивах, воспоминания очевидцев. В этот раз помог случай. И теперь разыскивают родственников бойца, подвигом которого восхищалось даже командование противника. Репортаж Анны Курбатовой. Капитан Дмитрий Шевченко. Он числился пропавшим без вести, пока случай не восстановил историческую справедливость. В северо-осетинскую станицу Павлодольская немецкие поисковики приехали поднимать своих солдат. На вот таких картах, которые были у них в руках, отмечены захоронения 160 бойцов вермахта. Когда начали копать, в офицерском ряду гитлеровцев обнаружили могилу советского капитана. Редчайший случай, когда чужого хоронили среди своих. Когда он умер, немцы организовали захоронение его. Был почетный караул, строй стоял. Немцы хоронили советского солдата, который проявил героизм в том или ином случае. То есть они своим солдатам показывали, как нужно сражаться. Сражался капитан до последнего патрона в составе 1-го батальона 9-й гвардейской бригады. В этот момент она дислоцировалась за Тереком. А Шевченко и еще один солдат разведгруппой остались в станице. Немцы начали наступление. Боевого товарища убили почти сразу. Капитан остался один. И до последнего держал оборону. По словам местных жителей, отстреливался Дмитрий Шевченко вот оттуда, с колокольни, второе окно слева. Несмотря на то, что церковь уже отреставрирована, там до сих пор видны следы от снарядов. Единственный живой свидетель тех событий Полина Полянская. В июле 42-го ей было всего 11. Мы в церкви ночевали всю войну. Бомбежка была такая. Вот бомбят, бомбят, кругом взрываются бомбы. Я видела его на потолке убитого. Кирпичи, трубы переложенные вот такими извилистыми. И вот он вот так лежал. Воспоминания этой женщины. Зацепка для поисковиков уже российских, которые по крупицам собирают сведения о погибших бойцах. Наших солдат имена очень тяжело устанавливать, так как у них не было опознавательных жетонов. Это редкий случай, когда находилась капсула, в которой могла сохраниться записка. А в основном по надписи на котелках, на ложках. Все, что нашли поисковики у красноармейца, сейчас хранится в местном музее. А это вот последний патрон, который оставался у него. Для себя держал? Ну, скорее всего, да, для себя держал. Только патрон, парапуговец, звезда и шомпол. Вернуть имя бойцу по таким вводным действительно было невозможно, если бы ни одна деталь. Очевидцами было указано число, какого числа проходил бой. По этим данным уже, по архивам, какая разведка сюда вышла, кто находился в составе. Кропотливая работа в архиве. И вот капитану удалось вернуть имя. Сейчас поисковики пытаются найти родственников красноармейца. А его самого отпели и перезахоронили в станице Павлодольское. Рядом с безымянной могилой его боевых товарищей.